Ава народ, с вами Анастезия, сегодня мы начинаем проходить с вами игру 7 тайн и я не знаю о чем там сюжет на самом деле, я что-то читала и вдруг забыла, не знаю, она у меня быстро вылетела из головы, давайте нажмем новую игру и посмотрим, что же там такое. Вы когда-нибудь слышали, на севере есть школа, она проклята, там происходят странные необъяснимые явления, из-за этого все ее ученики полны страха и каждый день в этой школе находят новых трупов, самая последняя жертва первокурсник. 13 шагов, глава первая, глава основана на истории о высшей школе там какой-то там. В то же время? Что в то же время? А-а-а, как-нибудь быстрее ходить нельзя, можно, если нажимать на шифт. Так, настройки. Громкость музыки. О, громкость музыки, зашипись. Прекрасно. Примерно вот так. Ага. И громкость эффектов. Ну, примерно вот так. Скорость персонажа нормальная, быстрая. Вернуться. Главное меню. Нет, продолжить. Продолжить. Ну почему? Простите, пожалуйста. Итак, мы взборо... Возвратились с вами. Так. Поговоришь со мной? Май. Почему ты так долго? Ты же знаешь, что я не люблю ждать. Сэнк. Прости, я искал фонарик. Ежедневный ночной патруль так утомляет. И черепахи оправдываются. Только давай быстрее. Не хочу, чтобы получилось, как в прошлый раз. Хорошо? Я пойду без тебя. Медленные всегда умирают первыми. Хм. О чем ты говоришь, ведьма? Я слышу тебя. В следующий раз дождись меня... А, дождись, пока я уйду, прежде чем меня ругать. Ха. Значит, это у нас девушка, да? И мне показалось почему-то, что это пацан. Так. Погоди. Тут, значит, сохраняться нельзя, да? Хреново. А как тут тогда? Я не знаю даже. Фонарик, на самом деле, не очень помогает. Непонятно, что это такое. Тут. О! Значит, у нас тут вот как, да? Давно я, кстати, не встречала вот таких сейвов. Обычно во всех играх есть сохраняшечка свободная. Это, кстати, делали создатели, опять же, ведьмы. Потому что, вон, видите, картина даже та же. Не успел он сдвинуться с места, как сразу же заморгал свет. Он не верил сам себе. Он не знал, действительно ли свет моргает, или ему просто кажется, из-за того, что в школе мрачное и темно. Это больше не на школу похоже, а на какой-то музей. Если честно. Ну, алло. А что, двигаться нельзя? Я почему-то двигаться не могу. Он не хочет никуда идти. А, потому что я тупая. Я, понимаете, начала проходить еще этот... Как его? Вечеринку мертвецов, и там управление совершенно другое. Я к нему уже привыкла, и приходится тут тыкаться. Класс 10А, дверь закрыта. Прикольно. Класс 10Б, дверь закрыта. А куда тогда идти? А-а-а, понятно. Это трещина или дерево? Непонятно. В тот момент батарея в фонаре села. Прекрасно. Сразу после этого... Он услышал звук бьющегося стекла. Он подумал, может быть, это розыгрыш одноклассницы. Или новичка. Он пошел в класс 10С, чтобы найти шутника. Подожди. Класс 10С, это вон там? Мне нужен ключ, чтобы ее открыть. Где мы его с тобой возьмем? Хрен его знает. Мне почти ничего не видно. Туда мы не пройдем. Я видела только класс 10Б и А. А 10С? Я вообще без понятия. Ещё раз. И где у нас класс 10С? Ничего. Дверь закрыта. Такое ощущение, что тут что-то стоит ещё помимо. Дверей нет. Значит, всё-таки октофонарик нам помогал. Потому что сейчас не видно вообще ни черта. Тогда мы тоже пойти не можем. Что же нам делать тогда? Как-то всё не очень хорошо. Где мы с вами ключами? У нас вещей никаких нет. Нужен ключ, чтобы ее открыть. Тут у нас ничего. Ну, ребят, так неинтересно. Я уже с самого начала тут ничего не могу найти. Так как-то не есть хорошо. Оказывается, ключик у нас лежал здесь. В цветочках. Так, подожди-ка. Ещё раз сделаем это. И пойдём дальше. Ну, тут уже, блин, плутаем целых шесть минут. Так. Блин, вот что это такое. Найдена батарея. Эй, она мне всё освещала. В фонарик, может быть, её вставить? Батарея. Надо вставить в фонарик. Фух, здесь есть батарейка, я спащён. Секунду. Дверь была заперта, значит, это была не Май. Ему было страшно, несмотря на то, что он знал, что это было. Он был растерян и не знал, что делать. Мгновение спустя он вспомнил, зачем он сюда пришёл. Он услышал звук бьющегося стекла. Он начал подходить к нему всё ближе и ближе. Камень. Подождите. За окном кто-то есть. Я должен найти Май прямо сейчас. Не знаю почему. Может, он испугался или ещё что-то. Но он побежал за всех сил, как будто должно было что-то случиться. Ты уверен, что тебе нужно сюда? И раздался крик. Это было очень жутко. Этот крик вызвал у него страх. Но почему-то он продолжал идти по темноте. Хотя он знал, что страх охватил его душу. Сохраняемся снова. Так, туда ты бежать не хочешь. А что ты хочешь тогда? Мне нравится, как он ускорился, ребят. Так, дверь закрыта. Видимо, нам надо всё-таки в другую сторону, да? Мать твою! Дерьмо! Чёрт возьми, я испугался. Я тоже. Эту школу давно надо отремонтировать. Что здесь? Дверь закрыта. Закрыта. Дверь закрыта. Всё закрыто. Ничего открытого нет. Ух ты. Листочки. Какие-то листы. Похоже на алфавит. Что он здесь делает? А, Б, Ц, Д, Е. Блин, что так всё затормозило-то? Лестница. Помню, когда я впервые приехал в эту школу, он и я играли здесь, считая ступеньки. Но сейчас его здесь нет. Кто? Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Дринадцать. И потом началось происходить странное и необъяснимое. Но это было не самое страшное. Когда... Когда они сделали эту ступеньку? Это невозможно? Он проигнорировал это и продолжил поиски друга. Но самое страшное его ждало. После тринадцатой ступеньки. Да, я даже знаю, почему тут самое страшное. Потому что тут нет сохранения. Свет зажёгся. Какое облегчение. Думаю, это были ночные... Господи, думаю, это были обычные проблемы с генератором. Май, наверное, пошла домой. Я тоже должен поторопиться домой, пока не стемнело. Чё это такое? Май! Боже мой! Что же было дальше? Никто не знает, что произошло дальше. Но думаю, в итоге он тоже умер. Странно. Твоя история похожа на мою. Речь пойдёт о музыкальной комнате в школе. Не уверен, что это было в начале истории. Потому что каждый рассказывает и начало по-разному. Но смерть этой девочки... Все дрожат, когда говорят о ней. Однажды она шла по школьному коридору. Глава 2. Музыкальная комната. Май. Как черепаха. Чё, мы теперь будем играть за неё? Когда она проходила мимо музыкального класса, неожиданно заиграла пианино. Она знала, что здесь что-то не так, но... В комнате не было ничего необычного. В воздухе висела мёртвая тишина. Когда она развернулась и направилась к двери, дверь закрылась. Всего несколько секунд спустя, всё снова погрузилось в тишину. Днём в музыкальной комнате очень шумно, но ночью здесь действительно тихо. Спустя мгновение вся комната была в крови. Девочка испугалась. Началось. Я должна найти и остановить её. Она попыталась выйти из комнаты на всё тщетно. Сразу после этого... Она начала кричать. Как будто она кричала кому-то. А в комнате стало темно. Она начала думать, что заставила её войти в темноту. Она, дрожа, подошла к пианино. Ничего нет. Она чувствовала безнадёжность. Она решила снова проверить дверь и поверила... Всё хорошо. Тут что? Свеча? Убери её. Чё ты? Видимо, не хочет. Ладно, пойдём к двери тогда. А? Книга? На стене была верёвочная лестница? Почему я её не видела? Может быть, это выход? Но там слишком темно. Без света я туда не пойду. У нас есть свеча. Бери её. И пошли. Блин, как же тут жутко. Тут, видимо, сохранения-то особо и не нужны. Если тут, типа, истории такие. Ты? Почему ты здесь? Нет. Что ты здесь делаешь? Нет. Эй! Нет! Нет! Ты... Ахахахахаха! Всё становилось страннее и страннее. Школьница запаниковала. Незнакомец безумно рассмеялся и напугал её. Она больше не могла держать себя в руках. И она сошла с ума. Единственное, что было у неё в мыслях, бежать и бежать. Надеяться на то, что она найдёт выход из этого кошмара. Я сейчас ничего не делаю. В итоге, школьница провалилась в дыру на чердаке. Кто-то говорил, когда она упала, там кто-то был. И смотрел, как она умирает. Май. До этих пор я никогда не замечала. Всё о школе покрыто тенью. Никогда не знаешь, что реально, что нет. Ты права. Но кто был тот незнакомец? Кто он? И почему обезумел, когда увидел девочку? Я не знаю. Но я уверен, что его история не была весёлой. Химическая лаборатория. Глава третья. Мне кажется, мы всю игру в один присед с вами пройдём. Лой. Как долго мне их ждать? Сколько мне ещё здесь торчать? Это тот самый пацан, который от нас убежал. Конверт. Что за... Думаю, это составил... А, оставил кто-то из парней. Такой нонсенс. Что это? Разбилась какая-то бутылка. Бутылка. Ну, а как оно упало? А, я просто параноик. Думаю, надо включить свет. Свечи выглядят довольно жутко. Где-то свет тут видишь. А, вон всё. Я, кажется, увидела. Какого чёрта? Эта школа ужасна. Неудивительно, что... Фу ты, что студенты переводятся каждый месяц. Что? Чёрт, надо найти кого-нибудь. Быть в одиночестве очень страшно. Надо, наверное, из класса выйти. Ой. Ты меня напугал, Менх. Никогда не делай так больше. Ты меня слышишь? Почему ты молчишь? Где остальные? Вы нашли, где директор школы прячет деньги? Эй! Ты что делаешь? У тебя нож? Получен нож. Нажмите А, чтобы атаковать. На! Какого чёрта происходит? Я должен найти остальных. Если это просто шутка, то они зашли слишком далеко. Кровь? О, музыка из ИП пошла. Это делали создатели ИП? Музыка ИП была клёвая. Да, я не знаю. Да, это реально музыка и ИП. Так, ничего нет. Как всё это произошло? Я так понимаю, нам надо по крови идти, нет? Это кафе? Тот парень, кажется, Менх. Тогда где все остальные? Ой, а-а-а-а-а-а-а-а! Чёрт! Я забыла, что надо А нажимать. Так, ладно, пойдём ещё раз. Пам-пам-пам. Как всё это произошло? Да-да-да. Так, кафе. Минх. Где все остальные? Чё ты его не режешь? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Его тоже? Почему? Почему это случилось? Так темно. Я... Я больше не могу. Я хочу свет. Свет. Ну-ка, там что-то загорелось. Почему... А куда рассказчики делись? Мне нужны рассказчики. Подожди. А где тут свет? Я не вижу тут ничего такого. Дьявол! Просто... Прошу, дайте мне свет. Я не хочу... Умереть в темноте. Ой, вот... Здесь такого ещё не было. Эм... Вы допрыгались. Это огонь. Почему он вызывает страх? Почему все пытаются меня убить? Звук бьющегося стекла? Не сдавайся. Я должен жить. Я должен убить их всех. Я должен убить тех, кто это сделал. Так, тут ничего, да? Нож у нас с собой. По-прежнему. Там что-то лежит. Фонарик. Что это такое? Непонятно. А, это окна. Окей. Туда мы не пойдём, да? Тут что? Тоже непонятно. Алё, гараж! Куда идти-то? Даже сохраниться нельзя. Это плохо. Тут тоже пройти никуда нельзя. А куда это тогда? Что ты хочешь от меня? Туда мы не пройдём, только туда, если. Тут везде окна. Чего больше тут нету? Здесь не пройти. Может, в это окно? Оно подсвеченное. Звук наносился отсюда. За окном кто-то есть? Мои глаза я не вижу. Ой, кто-то сзади тебя был. Звук наносился. О, сохранялся. Ты хочешь меня привить? Блин. А как так-то? У меня там осталось-то всего. Ничего. Как-то можно от них уворачиваться или нельзя? Нет, видимо, нельзя как-то от них уворачиваться. Я их не смогу победить? Быстро! Да блин. Как мне их так уложить-то? Я даже не знаю. Пройти туда нельзя, да? Уйти тоже нельзя, наверное. Да как так-то? Может, у него вообще сражаться не надо? Ты бы шел быстрее, пацан. А как? Почему туда нельзя пойти? Что, их убить, что ли, надо? Куда-нибудь на восьмой. Так, в воде. Да че такое? Кстати говоря, меня восстановили немножко. Остался один. Давай еще раз сохранимся куда-нибудь, я не знаю, надевать их. Все? У них ничего нету? Че ты туда-то идти не хочешь? Они все мертвы. Они все мертвы? Этот звук? Звук открывающейся двери? Не может быть кто-то жив? Я не могу позволить кому-нибудь увидеть трупов. Я должен убить. Так. Я, если что, не могу подвинуться. В конце концов, что все позначно. Просто сон? Постойте. Откуда у меня нож? Это не мог быть сон. Я должен избавиться от трупов. Никто не должен их увидеть. А тут на время или нет? Так, сохраняемся на десятый. Менх? В чем дело? Почему твой голос дрожит? Нет, это невозможно. Мы ждали тебя, ты в курсе? Этого не может быть. Ты слишком долго ходил в туалет, чувак. Туалет? Что ж, некогда разговаривать. Пора спешить из-за мной. Ну, что ты стоишь так. Пойдем. Это был сон? А как насчет ножа? Что? Лой, пошли, чувак. Мы нашли деньги директора. Что это значит? Что это значит? Я должен чувствовать себя виноватым. Прекрати бормотать себе под нос. Нет. Нет. Эй, что случилось, чувак? Нет. Это правда. Лой, ты в порядке? Эй. Назад. Я убью вас всех. Убью вас всех. Ты сошел с ума? Почему ты ударил меня? Почему? Почему? Лой. А, мне теперь надо их убить, типа. Что-то я сейчас не поняла вообще ничего. Мне заново с этим разбираться? Как это все пропустить? Почему? Погоди, мне... Убежать я не смогла. Тогда что мне нужно сделать? Мне надо сбежать от них, что ли, или что? Так, как это... Это нельзя пропустить, да? Да. Бежать я не могу. И пойти мне тоже некуда. Погоди. Там лестница какая-то. Угу. Вот, собственно, тот самый момент, когда с девчонкой он встретился, да? Нож. Нет. Я больше не хочу его видеть. Наконец-то его нет. Все будет хорошо. Я устал. Почему? Шаги. Кто это? Не та девчонка? Лой. Нет. Лой. Нет. Лой. Нет. Да, он, короче, рассмеялся. Да, нет. И убежал. У него тут крышу свинтило знатно. Я не понимаю. Откуда пошло проклятие? Почему оно вредит студентам? Этого никто не знает. Но рано или поздно мы узнаем это все. Библиотека, глава 4, где скрываются тайны. Туан. Я уверен, что оставил его здесь. Где же он? Блин, с каких пор здесь воруют блокноты? Забудь уже поздно. Поищу завтра. Так, знаете, что я думаю? Давайте мы с вами на этом закончим и продолжим следующую серию. Мне подсказывает что-то, что игра довольно-таки короткая. Всего 7 глав здесь будет. Ну, исходя из названия, если. Вот. Так что она выйдет примерно на 2 серии. А пока что всем спасибо за внимание. С вами была Анастезия. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok